Новинка, которая имеет стильный дизайн, качественные материалы, яркий AMOLED дисплей, удобную кнопку колесика, встроенный динамик и микрофон, возможность разговаривать прямо с часов, удобное приложение, автоматическое измерение пульса, измерение SPO2, мониторинг сна, хорошее время автономной работы, об этом можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Mibro Watch T1. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляются данные часы в качественной плотной коробке, на ней есть краткая характеристика и название модели. Упаковано все минималистично, так скажем, ничего лишнего. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок, запасного ремешка другой длины нет, также есть зарядное устройство с двумя опинами и краткое руководство на английском языке. Русский язык в стоке на часах. Весят они 51 грамм, а габариты у них 37 на 51 на 13 с половиной миллиметров. Да, они довольно большие в толщину, непривычно, правда? 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, разумеется, разыгрывается еще iPhone 14, 11 ноября. Приходим, участвуем в розыгрыше. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляются данные часы только в черной расцветке корпуса, а ремешки в черной, зеленой и серой расцветке. Внешне смарт-часы выглядят, как по мне, привлекательно. Еще бы верхняя рамка, как и подбородок, не были такими большими, было бы вообще лучше, правда? Корпус часов выполнен из металла и пластика, ремешок быстросъемный на 20 миллиметров и длина в развернутом виде 248 миллиметров. Ремешок силиконовый, выглядит интересно, качество материалов хорошее, как и сборка. При носке часы практически не ощущаются и спать в них удобно, что радует. На корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофон и даже динамик. Далее есть датчики мониторинга здоровья, такие как датчик сердечного ритма, датчик СПО2, наш любимый кислород, акселерометр. На правом торце расположили одну физическую кнопку колесика, нажимается она хорошо и люфт у нее практически отсутствует. Прокручивается колесико со звуком, как у трещотки, без сопровождения вибрации, разумеется. В стоке она выполняет функцию включения и выключения экрана, вход в меню и возврат, а также можно включить или выключить устройство и, прокручивая колесико, перемещаться по меню. Переназначить командой нельзя, что, конечно, является небольшим минусом. Может быть, допилят с прошивкой и появится эта возможность, но пока только так. Летим дальше. Оснащены смарт-часы и AMOLED-дисплеем на 1,6 дюйма с разрешением HD. Плотность пикселей 301 ppi, скроллинг не совсем плавный, но перемещаться по интерфейсу часов довольно удобно. С другой стороны, отмечу, что иногда циферблаты подглючивали, и экран становился полностью белым, за исключением времени. Перевод интерфейса не совсем мрачный, автояркости на борту нет. Регулировка пятиступенчатая, при прямом попадании света на экран яркости слегка не хватает. Автовыключение экрана максимум до 30 секунд. Функций, таких как постоянно включенный экран и Always-on-дисплей на борту нет. Поднятие запястья при активации экрана срабатывает отлично и шустро, но, как по мне, данная функция сильно чувствительна, так как малейшее движение и экран включается. К приложению данную функцию можно отключить. В целом, экран неплохой, так как цветопередача насыщенная, а картинка четкая. Разумеется, различных анимаций и тому подобного в этой модели по минимуму, но выглядит все аккуратно, кроме рамок, разумеется. Далее, с главного экрана по свайпам все более чем стандартно. Сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Настроить виджеты и меню возможности нет. Меню небольшое, из интересного это тренировки, активность, измерение ЧСС, измерение СПО2, мониторинг сна, секундомер и таймер. Дыхательные тренировки, оценка МЕТ, контакты с возможностью набрать номер прямо с часов. Музыкальный плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить музыку прямо на часы возможности нет, но возможно транслировать звук, воспроизведенный музыкой на смартфоне на сами смарт-часы. Конечно, от этого дела толка мало, так как динамик совсем не громкий. Далее есть будильник, который можно завести прямо с часов, давление, поиск телефона и погода. В настройках имеется настройка вида меню, настройка вибраций, включение режима «Не беспокойте», включение режима «Энергосбережение». Летим дальше. Bluetooth версии 5.0, подключить внешний Bluetooth устройство возможности нет, как и нельзя подключить смарт-часы к Wi-Fi. Спортивных режимов на борту 20 штук, отслеживание плавания на борту, а распознавание активности доступно только для бега. GPS-смарт-часы не поддерживают это фейл, так что построение маршрута, к примеру, во время пробежки, необходимо для этого вам будет брать с собой смартфон. Тренировка не работает в фоновом режиме, и во время тренировки нельзя пользоваться плеером, так что мультизадачности считайте ноль. Далее, звонить часов, как мы уже поняли, можно, на входящий вызов ответить можно, а также сбросить его или включить беззвучный режим. Разговаривать через часы есть возможность, но динамик довольно тихий, а вот микрофон отрабатывает хорошо. Заготовок для ответов быстрых уведомлений нет, и для звонков тоже нет. Вибромоторчик слабенький даже на максималках. Уведомления приходят практически моментально, смайлики не отображаются, а иконки приложений отображаются. Большой текст прочитать возможности нет, отвечать на уведомления возможности нет. Далее, пульсометр может работать в автоматическом режиме с периодичностью в один час, или в ручном режиме. СПО 2 работает только в ручном режиме, результаты измерения меня не впечатлели, так как при правильно одетых в смарт-часах показания все равно не были корректными. Может, допилят позже. Продолжительность сна мониторят корректно, а вот фазы сна нет, так что ночной сон определяется как короткий дневной. Далее, полный цикл зарядки занимает до двух часов, время автономной работы в интенсивном сценарии использования не более пяти суток. Конечно, при данном функционале можно было бы делать автономность больше. Водонепроницаемость 2 атмосферы, разумеется, я их протестировал, окунув в воду, по итогу с ними ничего не произошло, но учитывая, что 2 атмосферы, это странно, что не 5. Мы предполагаем, что не стоит их мочить. Летим дальше. Умные часы Xiaomi Mibro Watch T1 работают в паре с приложением Mibro Fit. На главном экране в приложении мы имеем три вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, во второй вкладке отображаются подключенные устройства и последний это профиль. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора, но не в процентах, это фейл. Магазин с циферблатами, их там не особо много, но хорошо, что можно установить любую фотографию на заставку. Помимо перечисленного, также есть еще возможность настроить уведомления, контакты, воспользоваться удаленной съемкой, что удобно, но только через само приложение. Обновить прошивку возможность есть, и мне обновление прилетало на следующий день после подключения смарт-часов к приложению. Но изменений в работе T1 я не обнаружил. Минусы нет NFC, нет возможности вставить сим-карту и завести eSIM, нет заготовок для быстрого ответа в уведомления на звонки. Ко всему этому некорректная работа интерфейса, также изредка подвисают циферблаты, защита от влаги только в две атмосферы, нерадужная автономность для данного функционала, слабый вибромоторчик, нет встроенной памяти, нет GPS-навигации, некорректное измерение состояния здоровья. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Напоминаю, что сейчас идет сейл и все более чем радужно. Интересных предложений море, сейл аж 13 суток, новинок не особо много, но вот вам, пожалуйста, сяомишные часы-новинки. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что YouTube засчитывает только 5 слов минимум для того, чтобы считать комментарии помощью каналу. Резюмирую, Xiaomi Mibro Watch T1 очень странное носимое устройство, так как внешне они интересные, по материалам качественные, вроде бы разговаривать через часы даже можно. И кнопка колесика для навигации по интерфейсу, чего редко встречишь, тем более в дешевых часах. Защита от влаги какая-никакая есть, но большинство функций работают некорректно и подвисает интерфейс. Надеемся, что все пофиксят с прошивками. Девайсу от меня очень скромное «да». Подписывайтесь на канал с колоклом, ставьте лайк за труды, добра и удачи вам, дорогие друзья.